Всем привет, это Варлорд. Надеюсь, вам понравилось моё видео с коллекцией мини-фигурок по Бэтмену. И по вашим комментариям я понял, что вы бы хотели посмотреть на мою коллекцию костюмов Железного Человека или же Тони Старка. И поэтому я сразу же выполняю вашу просьбу. Поэтому прошу поддержать это видео лайком. Сегодня я покажу вам не все свои костюмы, потому что на время съёмки этого видео мне не удалось отыскать все. Но основные здесь точно будут. Начнём с моей любимой мини-фигурки. Она выпускалась по гражданской войне. И здесь у нас Железный Человек в своей самой новой броне. Фигурка мне очень нравится благодаря своим шикарным принтам. Далее две полностью одинаковые мини-фигурки, если мне не изменяет память, из эры Альтрона. Также очень классные, по моему мнению. Принты сделаны хорошо, да и маски у них, как вы видите, с мини-фигуркой по гражданской войне идентичны. Теперь смотрим на мини-фигурку по Железному Человеку 3. Марк 42. Шикарный костюм. Как вы видите, он выполнен в золотом цвете. На нём больше всего золотого цвета из всех моих фигурок Железного Человека. Принты спереди на ногах тоже очень меня радуют. И как вы видите, кисти его рук также золотые. Следующий костюм также посвящён у нас Железному Человеку 3. В самом маленьком наборчике он был. И также, как вы видите, у этой мини-фигурки принт спереди сделан очень качественно. Теперь Железный Человек уже не по фильмам. Эта мини-фигурка встречалась в космической миссии Мстителей. Там был ещё Танос. В общем, фигурка также радует. Белый, красивый цвет. Очень классные принты. Видно также отчётливо его маску. И как вы видите, на ней у него белые глаза. Далее, Железный Человек из набора Подводная Лодка Железного Черепа. Также наборчик получился очень классный. И фигурка в нём лучше. Как вы видите, у него крутейшая броня, на которой есть принтованная деталь. Сейчас её снимем и посмотрим на принты, которые находятся под этой бронёй. Ну и, конечно же, маска сделана круче всех. Вот так выглядит мини-фигурка без своей брони. Мне кажется, даже лучше. Поэтому на пластине с мини-фигурками она хранится именно так. В этом видео я решил показать ещё и Боителя. Ведь его костюм также, если не ошибаюсь, сделал Тони Старк. И это в какой-то мере тоже Железный Человек. Смотрим на него. Красивый металлический цвет. Также выполнена часть его брони в чёрном цвете. И красивая металлическая маска с красными глазами. Ну и далее одна из моих мини-фигурок 2012 года по первым Мстителям. Как вы видите, шлем я сейчас его не успел найти. Но зато принты костюма вы все сможете сейчас разглядеть. Сделан он, конечно, проще, чем все остальные. Но ведь он выпускался гораздо раньше, чем большинство этих мини-фигурок. Подведём итоги. Здесь, конечно, не все мои мини-фигурки, но большинство здесь есть. Напишите в комментариях, если у вас есть какие-то мини-фигурки, которых нет у меня. И вы готовы со мной поменяться или же мне их продать. Также обязательно ставьте лайки. Следующее видео по мини-фигуркам выйдет только тогда, когда это видео наберёт тысячу лайков. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok